Всем привет! Сегодня у нас воскресный день, довольно-таки ветреная погода, но постараемся что-то заснять. Сейчас мы находимся вот здесь, вот видите, Александра Монаховой 84, и мы выходим на недостроенный проспект Куприна, по которому мы будем сейчас идти по вот этой проселочной, так сказать, пересеченной местности. Просто перейдем его не в том месте, где есть благоустройство, а в том месте, где его нет. Идем мы сейчас к своему автомобилю на наш многоуровневый паркинг для того, чтобы поехать на рынок. Сегодня воскресенье и хотелось бы поесть каких-то свежих фруктов. Дело в том, что в наших магазинах цены на фрукты, на овощи, естественно, подороже, чем на рынке. Есть просто несколько рынков продуктовых в этом районе, в районе теплого стана. Есть тот же самый фуд-сити у нас, но фуд-сити это в основном для оптовиков, поэтому в основном все едут на так называемый тепло-становский рынок. Об этом рынке мы узнали, когда мы сюда заселились. Соседи подсказали и начали туда изредка наведываться, но сейчас мы туда ездим уже практически еженедельно. Поэтому вы сейчас отправитесь вместе с нами и посмотрите, где это находится. Вот по таким аллейкам лежит путь к паркингу, можно пойти другой дорогой, но обычно я выбираю вот эту. Здесь просто есть деревья, прикольно, приятно. Идешь типа, ну как будто это такой небольшой мини-парк. Также буквально вчера на нашем канале завершился первый стрим. Прошел он, я считаю, довольно-таки успешно. Конечно, пользователей всего подключалось около 8 человек, там варьировалось. Ну, до 8 максимум был зафиксирован. Задавали вопросы. Всем спасибо за просмотр этого стрима и спасибо за участие. Будем надеяться, что в следующий раз его посетит гораздо большее количество человек. Еще иногда некоторые спрашивают, как долго идти до вашего машиноместа. Если идти обычным прогулочным шагом не спеша, то от самой квартиры, скажем так, от межквартирного холла, где у нас располагаются лифты до паркинга, идти где-то 15 минут прогулочным шагом. Утром я, когда иду на работу, то обычно трачу на это всего лишь 12 минут. Ну и иногда бывает вот так пересекаю проезжую часть. Немного, конечно, это все не по правилам, но машин нет, можно быстренько перебежать и тем самым добраться до своего автомобиля быстрее. Здесь в лифтовом холле у нас начались небольшие вот такие проблемы с плиткой. Видите, немного вот вздулось. Вот здесь тоже. То есть нужно написать заявку через Пик Комфорт приложение, воноуправляющую компанию. А они, наверное, уже там создадут какое-то там гарантийное обращение к застройщику. Но в любом случае я уже думаю это сделать давно, все никак не сделаю, а сделать это надо. Все, мы сейчас, надеюсь, поедем. Лифт ты едешь, нет? Поехали. Вот бывает иногда этот лифт упит, это Мэловский лифт от Пика. Ну, те люди, которые смотрят наш канал, они прекрасно знают виды с нашего многоуровневого паркинга. Это вид на стройплощадку компании А101, Бунинские кварталы. О, кстати, прикольная Волга. Блин, очень даже неплохо выглядящая. Так, ну ладно, сейчас мы уже будем выстраивать свой путь и поедем. Давайте для удобства попробую вам показать. Я сейчас, дело в том, что на Яндекс.Картах, на Навигаторе поставил в отметку Теплостановский рынок. То есть, как туда добраться. Поедем мы через Калужское шоссе. Этот Теплостановский рынок находится у нас в пределах МКАД. Так, что-то там он уже перестроил нам маршрут. Ну, вот он, МКАД идет. И вот, смотрите, теплый стан. Раньше отметки в Яндекс.Навигаторе не было, Теплостановский рынок. Но сейчас она появилась. Она появилась уже, наверное, может быть, год назад где-то. Поэтому вы, набрав в строке поиска Теплостановский рынок, без проблем сюда доедете. Вот видите, здесь станция метро Теплый стан и сразу же рынок. То есть, очень-очень удобно. Так, ну а нам он показывает сейчас ерунду. То есть, он немного перестроился. Он подумал, что мы находимся сейчас на другой стороне проезжей части. Но нам ехать гораздо быстрее и проще. То есть, те же самые 17 минут, они остаются. Поехали. Вот мы уже выехали с нашего паркинга. Доехали до поворота на проспект Куприна. И смотрите, уже показывает 15 минут. То есть, время поменялось моментально. Потому что теперь навигатор перестроился правильно. Сейчас мы с вами движемся по Калужскому шоссе. Калужское шоссе в это время, а вот смотрите, у нас сейчас 12.38 не загружено. В сторону Москвы здесь идут ремонтные работы. Вон что-то асфальт вскрыли, перекладывают. А в будни, конечно же, здесь немного похуже ситуация. Но она, в принципе, довольно-таки терпимая. Так, осталось нам ехать не так уж много. Сейчас мы пересечем МКАД уже. И я покажу как раз вот эту дорогу к Теплостановскому рынку. Для вас ориентиром должен служить вот этот торговый центр. Принц Плаза. И вот этот вот оранжевый, который находится прямо за ним. Он то ли Спектр называется. Не знаю. Что-то такое. Вот здесь вот у нас станция метро Теплый Стан. Вот видите, да, буковка М, метро. Так, сейчас я вам покажу заезд на этот рынок. Потому что с первого раза, когда я сюда приезжал, я тоже ткнулся немножко не туда. Так, мы здесь едем, едем, едем. Протягиваем дальше. Это не клиника, семейный доктор. Так, взяли мы пропуск для проезда сюда. Объясню чуть позже, для чего он нужен. Выглядит он вот таким образом. То есть, по сути, это пропуск для въезда на стоянку вот этого торгового центра Спектр. Но здесь ставят, естественно, и автомобили те, кто паркуется для того, чтобы сходить на этот рынок. Народу, вот вы видите, просто огромное количество. Это у нас воскресенье, день. И разъехаться здесь сейчас будет довольно-таки проблематично. Потому что все куда-то едут, поворачивают там. Ой, опять сейчас будем ждать парковочку. Ну, ладно, ничего страшного. Вот охранник уже начинает направлять людей, куда ехать, кому. Ну, будем искать себе место. Так, все, успешно припарковались. Вот, видите, вот эти крытые павильоны беленькие? Это и есть теплостановский рынок. Вот здесь вот слева палатки. Эти палатки, они функционируют только лишь в летнее время, потому что зимой там можно просто-напросто замерзнуть. И зимой этот рынок функционирует только вот внутри вот этих вот белых павильонов. Ориентир, вот видите, Евроспар. В самом рынке, конечно же, люди не любят, когда ведется видеосъемка. Поэтому просто покажу только лишь некоторые покупки и покажу некоторые товары, которые мы там купим, ну и часть самих прилавков. Девушки отдыхают. Получается, что то манго, которое сейчас видели, красное, оно стоит аж 500 рублей за килограмм. То есть, если обычное стоит почти в 2-2,5 раза дешевле, в том числе и тайское, то это стоит 500 рублей за килограмм. Арбуз, кстати, уже продают по 70 рублей за килограмм. То есть, сейчас у нас середина июня, и арбуз на рынке стоит 70 рублей килограмм. Вот. Ладно, времени у нас не так уж и много, на самом деле. Сейчас почти 2 часа дня, поездка на рынок, она в среднем занимает где-то 2,5-3 часа. Я быстренько пробежался, но пришлось постоять, серьезно постоять в очередях. И сейчас уже поеду домой. Так, ребят, первые покупки сделал. Это у нас абрикосы, называется сорт Шалах. Они очень классные. Во-первых, они огромные. Во-вторых, они желтенькие, классные, спелые. Они везде продаются за разную стоимость, но мы уже привыкли. Мы каждый раз ездим в одни и те же лавки, 3 лавочки у нас там, одни по овощам, одни там по фруктам, где никто не обвешивает, все свежее и очень мало ягод, которые нужно будет выкидывать, пропавших. То есть, их практически нет. Там, где цены в 2 раз дешевле, мы брали, но там внизу получается мешанина просто, которая там пропадет или уже пропала, а сверху кидают нормальные. То есть, в итоге сумма оказывается такая же, как если бы взяли полный контейнер нормальных. В общем, здесь 3 килограмма вот этих абрикосов Шалах стоит килограмм 235 рублей. Вот эта вот клубника стоит 300 рублей за килограмм. Так, помидоры вот такие взяли, 175 рублей за килограмм. То есть, вот красненькие хорошие, вкусные, это не магазинные. В магазине там цена совсем другая. Так, смотрим. Огурцы. Единственное, что раньше были классные хрустящие огурцы, сейчас это луховицкие огурцы. И стоят они 90 рублей за килограмм. Так, и здесь 5 груш. Груши вот такие, но раскрывать не буду. Вот они большие. Груши стоят 190 рублей за килограмм. Так, теперь нам нужно найти зелень, нужно взять листья салата. Листья салата здесь тоже цена варьируется в среднем от 150 до 200 рублей за килограмм. И нужно взять еще сыр. Ну и, наверное, купим там ежевику, малину. То есть, сейчас поглядим. Так, сделал еще одну такую ходку быстренькую на рынок. Посмотрите, что приобрел. Ну, выглядит очень, конечно, классно и аппетитно. В общем, здесь получается, что и вот этот, и вот этот лоток, это лотки по полкилограмма, стоят по 300 рублей. Да, это не дешевая цена, но сейчас вот такого качества не знаю, фиг где найдешь. Так, сыр. Это сыр белорусский твердых сортов. Черный принц берем и знатный. Ну, сейчас взял черный принц и пикантный. Вышло вот это вот все. Это килограмм сто где-то. 950 рублей. И взял вот такой пакетик листьев салата. Довольно-таки большой. Он обошелся в 250 рублей. Что касается вот этой парковочной карты, то необходимо будет оплатить парковку. Парковка стоит 100 рублей. Есть несколько автоматов для оплаты вот этой вот парковки. Можно платить картой, можно платить наличными. И осуществлять это дело при выезде уже из теплостановского рынка. То есть, одна будочка, вот она, находится вот здесь вот. Сейчас покажу, вот она. Букавка П. Там можно оплатить вашу парковку. Так, оплата сделана. 100 рублей стоит здесь стояночка. Можно платить наличными, можно безналом. Ну, я как-то привык. Вот осталось там 100 рублей, допустим. Быстренько оплатил и пошел. Теперь можно уже выезжать. Ну, а теперь перед нами стоит очередная проблема. Это выезд отсюда. Дело в том, что здесь, ну, вы сами видите, сколько народу, сколько машин. Ну, иногда даже бывает пробка на выезд. Но сейчас этой пробки нет. Можно быстренько проехать. Вот мы сейчас приехали как раз к этому автомату. Туда просто карточку вот эту вот засовываешь. И он открывает перед тобой шлагбаум при успешной, естественно, ранее проведенной оплате. Все, шлагбаум у нас открылся. Мы можем спокойненько ехать дальше. Здесь, кстати, первый поворот. Точнее, первый разворот. И очень много машин. Поэтому я иногда бывает, когда прям дофигища этих машин еду на следующий разворот. Потому что проще развернуться на следующем пустом развороте и быстренько дождаться сигнала стафора и проскочить тот перекресток. Ну, а иногда стою, жду. Обратная наша дорога лежит через саму коммунарку. Навигатор построил это как самый короткий маршрут. Но дело в том, что здесь сейчас ремонтируют дорогу. Здесь будут расширять, я так понимаю, дорогу в двух направлениях. И по будням, вот допустим, маршрут от станции метро Ольховая до дома иногда занимает 30-40 минут. То есть, по сути, там расстояние фигня. Но ехать очень долго из-за пробок. Потому что вся коммунарка стоит красный. Если ехать по другой дороге, вот как мы ехали на рынок в самом начале, то там тоже вечером бывает жесть. Бывают то аварии, то еще что. И точно так же минут 30-40 эта дорога у вас займет. Сейчас выходной день. Вроде бы более-менее нормально. Впереди камера на полосу. Долго не стоим. Но, опять же, здесь уже навигатор вам подскажет, как двигаться лучше. Мы сейчас проехали уже оживленную коммунарку. И выехали к станции метро Потапова. Можете, кстати, посмотреть, как она сейчас строится. Это, естественно, не вблизи, когда там пешком идешь. Но со стороны трассы это тоже прикольно. Вот, поглядите. Переходы делают потихоньку облицовочку. Вот здесь, кстати, вот этот участок автодороги, он всегда пустой. Ну, практически всегда пустой. Вот по вечерам, в будни особо здесь пробки нет. Пробка стоит в основном в самой коммунарке. Здесь как-то все попроще. Сейчас мы уже будем поворачивать к себе, во вторую очередь, строительство Бунинской луга. И заодно покажу вам прогресс строительства поликлиники. Как он там у нас продвигается. Вот здесь за забором у нас идет строительство. Вот, посмотрите, кое-где уже даже вставили окна. Ну, стройка, в принципе, идет. То есть, а вот как сейчас выглядит проспект Куприна. То есть, это вообще трындец. Когда здесь начинается работа, я не знаю, куда люди будут девать все эти автомобили. Но сейчас здесь просто коллапс. Ну, а вот так выглядит состояние парковки в воскресенье в 14.20. То есть, другими словами, хрен где приткнешься. Нужно что-то искать, там намадывать какие-то круги. Может быть, где-то будет свободное местечко. Тоже не исключено. Но в основном вот все вот так. То есть, все занято. Продолжение следует...